На борьбу с алкогольными, пищевыми, техническими и бытовыми жидкостями, запрещенными к реализации в торговых объектах, вышли специалисты потребительского рынка и сотрудники полиции. На этот раз их взоры обратились в сторону сельских магазинов. И в первом же торговом объекте в селе Малая Быковка обнаружено нарушение. А у вас алкоголь торгуете? Нет. Лицензия? Какое предприятие? Какое предприятие? У вас, смотрите, у вас идет лицензия. С 27 мая 16 по 8 декабря 16. Сегодня какое число? И год какой. Сегодня 14 февраля 17 года. То бишь лицензия просрочена. Этот алкоголь должен полностью сняться с реализации. Это вина, конечно, не ваша, как продавца. Это вина руководителей вот этого предприятия. Сейчас органы полиции возьмет объяснение с вас и пригласит вашего руководителя уже на составление протокола. После составления сотрудникам полиции протокола инспектирующие направились в следующий магазин, где их встретил предприниматель. И данный торговый объект служит уже только по полу. Вот другой магазин. У нас уже выкладка товара каким образом идет, выкладка овощей каким образом. Здесь уже совсем другой, да? По санитарным правилам этот магазин, конечно, более чистый, более... Да вы тут еще не убираете, товар завезли, потом топори. Да, да, да. У нас продукты все отдельно, да? Рыба, вон, банэт отдельно под рыбу, там у нас это отдельно хранится. Здесь вопросов нету. Видно, мороженое ларе отдельно, все замороженные отдельно, все отдельно. Вопросов нет абсолютно. Последний проверенный объект торговли в Малой Быковке заставил сотрудников потреб рынка немало удивиться. Добрый день. Здравствуйте. А это что такое? Вот это. Капуста. Нет, а вот это алкоголь что стоит, вот это? Рыбаки сейчас приехали с рыбалкой. Это что за распитие здесь у вас в магазине происходит? Вот это откуда водка и... Да, они с собой, вон, я не знаю откуда. Почему вы допустили распитие алкогольной продукции, тем более водка царская, это левая водка, нету ни акцизной марки, нету ничего, то есть она где-то приобретенная, я так понимаю, здесь, а может быть и вот здесь, и у вас? Есть у вас что-то попрещенное? Продажа. Здесь ничего. А где есть? Такое. А где есть? Адемте, посолку поставим. Еще одна бутылка? Там ящик. Меня звать Галина Анатольевна. Галина Анатольевна. По чем торговали? Продали по чем? По 100 рублей? И по чем? По 150? 150. А вот новополиводинские магазины порадовали не только отсутствием запрещенных реализаций спиртов, содержащих жидкостей, но и подкованностью продавцов в данном вопросе. Да нет, просто я поехал на базу, там все попрятали, я говорю, а что тройной, это колонка, при чем здесь, он вроде бабки берут, хоть эти ноги натирают. Все участники мониторинговой группы отметили превосходную разъяснительную работу, проведенную местным участковым. Проводили с вами беседы за третий торговли? Конечно. По тем? Участковым. Участковым. Второй день мониторинга начался с села Хлебновки. Начальник отдела потребительского рынка Галина Кириленко не упустила случая и приобрела несколько буханок местного хлеба. Берем, уж приехали мы в Хлебновку, Хлебновку, конечно, их нефирменный хлеб, который Хлебновский, самый лучший был и в Советском Союзе, и сейчас, который выезжает, они на ярмарку, всегда у них спросом пользуются. По итогам двухдневного мониторинга, случаев торговли с запрещенными спиртосодержащими жидкостями выявлено не было. Однако практически в каждом магазине Галина Кириленко делала замечания и давала советы по устранению нарушений правил торговли. Должно быть в холодильнике, вон, видите, в холодильнике. Знаете, мы видеть, чтобы люди видели, им же надо в нос... Ну, понятно. Хорошо, сейчас уберем. Здесь же у вас идет расчет. Расчет. Вот это вы тоже должны как-то убрать. Я даю. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...